Всем доброе утро. Утро. У нас, ребята, 30 апреля, а на улице выпал снег, а дуреть не встать. Вы посмотрите, что творится на улице. Это кошмар какой-то. Сосед пошёл щенят кормить. Там щеняток целая куча. Ребята, кому щенки нужны, пожалуйста, обращайтесь за щенками. И у нас вот такая вот погода. Тут моя рассада стоит. Кошмар какой снег. Просто ужас. Егор, ты сейчас в школу опоздаешь. Шевелись. Я опоздаю. Ребята в школу идут. Время 20 минут 8. А мы удивляемся вот такой погоде. Ужас. А я ведь хотела сегодня лук посадить. Хорошо, не буду садить. Всё-таки рано ещё. Дорогие друзья, у меня время вечер. У меня сварилась голова. Но часть головы, как я вам помню, я её сейчас разбираю на части. Сейчас покажу, что я делаю. Я складываю это на тарелочку и перебираю косточек. Чисто мясо я хочу вот так вот прям разобрать в контейнер и заморозить. Потом можно будет хоть в рожки, хоть куда добавить. А то, что на холодец я вот отдельно складываю и будем перекручивать потом с вами. Сейчас всё вот это вот мясо я разберу и покажу, что у меня получится. Так, дорогие друзья, перебрала первую партию мяса. Прошу извинения, что тихо говорю, просто у нас уже ночь. Вот у меня получился целый контейнер мяса. Его убираю в морозилку. Потом можно хоть в рожки, хоть куда добавлять. Оно уже солёное, варёное мясо. А это я сейчас перекручу и сделаю холодец. Бульон у меня уже вот здесь вот отставлен. Тоже процежен уже. Всё, можно будет сделать холодец. Сейчас крутим мясо. Так, ну что, дорогие мои, показываю, что у меня получилось. У меня получилось холодец, три порции и мясо. Разобрала его на такие волокна и убираю в морозилку. Всё, иду спать. А то у нас время уже, ребята, между прочим, два часа ночи. Но я, как всегда, не сплю. Вот только я не знаю, что с бульоном делать. Вот завтра, наверное, на нём сварю Тайсону кушать. Костю ему и так вывалили, а бульон, наверное, жалко выкидывать. Тайсону кушать сварю. Всё, я сейчас закрываю контейнер и убираю в морозилку. Мне надо контейнеры покупать. У меня нет контейнеров. Причём, от слова, вообще нету. У меня контейнеры как будто исчезают. Контейнеров вообще не хватка. Причём сильные. Ладно, дорогие друзья, я сейчас всё это уберу и пойду спать. Всем всего самого хорошего. Всех я вас очень сильно люблю. Всем говорю пока-пока. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня 1 мая. Всех поздравляю с праздником. Всем желаю всего самого хорошего. Ну, а завтра 2 мая. Завтра праздник. Пасха. И я хочу испечь куличи. Для этого мне нужны кое-какие ингредиенты. Поэтому мы идём с вами в магазин. За ними купим. И попробуем испечь куличи. Посмотрим, что у меня получится. В том году я пекла, но по другому рецепту. А нынче я хочу испытать рецепт моей подписчицы. За что огромное спасибо. И также мне одна моя подписчица скинула рецепт. Вкусный, привкусный глазурь. Поэтому мы тоже её с вами испытаем. Потому что идём в магазин. Всё, дорогие мои. Я сходила в магазин. И сейчас покажу, что купила. Но в первую очередь хочу показать свою рассаду. Тут что-то дети шторку залили. Надо снять, постирать. Рассада стоит. Лук мой растёт. И показываю, что купила. Купила 2 булки хлеба. Также купила 2 литра молока. Мы будем сегодня с вами выпекать кое-что. Купила лимон. Тоже мне надо будет. Чуть-чуть цукатов купила на остатки денег. Ну вот, немножко разрежем. Мы её ещё помельче и будет нормально. Дальше. Купила сухое молоко и сгущённое молоко. Это мне моя подписчица прислала один интересный рецепт глазури для Пасхи. Хочу, ребята, попробовать. Если получится, буду рада. Также купила посыпку разную для Пасхи. У меня есть ещё соломка посыпка. Перемешаем всё и будет вкуснятина. Посыпку, потому что дети любят, хотят украсить. И также купила 2 пачки кремлёвского масла. Той, который я всегда беру, нету. Но я заказала, должны привезти. В целом, вот такие вот покупки. Сейчас всё приготовим. Достану дрожжи для разморозки и будем с вами стряпать сегодня Пасху. Так, достала дрожжи для разморозки. И, слушайте, в морозилке вспомнила, вот это вот масло достала. Я когда-то его брала в этом светофоре. Оно тоже хорошее. Вот лучше я его использую для этого. А свежее масло оставлю для Пасхи. Пускай размораживает. Сейчас сниму всё с упаковочки. Пусть размораживает. Дрожжей, конечно, на половинку. Тут 100 грамм нам на половинку. Поэтому сейчас немножко разморозится и разрежем. Так, дорогие мои. Эту курицу достала свою домашнюю. Что хочу сделать? Поставить в кастрюлю варить. И достала мясо, которое я вчера замораживала. Хочу приготовить мясо с тушенкой. Ой, фу. Всё, заговорилось. Рожки с мясом. Сейчас пускай размораживается пока. А я пока займусь вот этой курицей и поставлю её варить. Так, дорогие друзья. Разогрела молоко. Хочу поставить опару для наших куличей. Буду сегодня стряпать куличи. Прошу извинения за свой вид. Просто я сегодня подсовраска здесь бегаю. Ничего не успеваю. Так, разогрела молоко. Сейчас размешаю послёну. В самый раз. Что мне надо для опары? Молоко, дрожжи и сахар. Дрожжи я заранее растопила. И сейчас сюда вливаю. Ну, не растопила, а такой комнатной температурой. Сейчас мы и сюда сахар сейчас ещё добавлю и размешаю. И пусть оно всё стоит, настаивается. Так. Вот, ребят, показываю. Ой, проливается. Сейчас я вам всё покажу. Смотрите, ребят, для опары я смешала сахар, дрожжи и молоко тёпленькое. Сейчас всё это хорошенько перемешаем, чтобы оно растворились, все дрожжи там. И пусть накроем чем-нибудь. И пусть стоит, ну, ещё муку немножко добавим. И пусть стоит, конечно, настаивается. Сейчас вот всё это размешаю и покажу, сколько я ещё муки добавлю. Так, дорогие мои, растопила почти уже дрожжи. Вот они, видите, растапливаются. С сахаром перемешиваем хорошенько. Надо было ёмкость побольше взять. Что-то я маленькую совсем ёмкость взяла. Сейчас найду ёмкость побольше, тарелку. А то что-то я уж совсем малюшенькую взяла. Хочу поглубже взять большую тарелочку. Сейчас перелью всё сюда. Видите, как оно. Сегодня целый день, как сафраска пикаешь, пикаешь что-то. Так, всё это, пытаем мыться. И из-под молока тоже тарелку отправляем мыться. Так, вот, ребята, у нас тут напоминаю ещё раз дрожжи, сахар и тёплое молоко. И сейчас нам надо сюда с вами сделать немножко муки. Я буду сразу через сито пропускать. Совсем немножко для опары, чтобы оно чисто подошло только. Мы так проверим с вами дрожжи, хорошие или нет. По идее, в этих дрожжах я всегда уверена, но всё равно всегда ставлю опару. Так лучше, как мне кажется. Ну, конечно, каждый по-своему делает. Сегодня стряпаем с вами куличей вкусненьких, домашних. В том году стряпала, но по другому рецепту. А нынче мне подпишечка дала этот рецепт, и я хочу его испытать. Но я, конечно, всё равно немножко по-своему сделаю. Ну, посмотрим, что получится, ребята, у меня. Надо сбить, чтобы не было обязательно комочков. И оставим на часик. Даже не на часик, там минут, знаете, минут 15, оно всё хорошо-хорошо подойдёт. Вот, увидите. Всё, оставляю, накрываю чем-нибудь и оставляю. Так, дорогие друзья, хочу показать. Смотрите, как опара у меня уже подошла, видите? Прям сильно. Это значит, что дрожжи хорошие. Прошло минут 5 буквально. Пока дрожжи настаивались, я приготовила 6 яиц, разбила ещё 2 желтка отдельно. Сделала, это нам для помадки понадобится. 2 стакана сахара, молоко. Подогрела немножко, ну, комнатной такой температуры. Я отправила сливочное масло растапливаться, размораживаться. Сейчас будем с вами делать тесто для нашей Пасхи. Так, дорогие друзья, сейчас будем делать тесто. Я в молоко добавляю ванильный сахар. Да-да-да, сыночка, иди играй. Также добавим сюда щепотку соли. Соль обязательно нужна. Также, дорогие друзья, сюда мы с вами добавим сахара. И также добавим сюда, дорогие друзья, мы с вами яйца. И сейчас всё это нам надо взбить. Хорошенько-хорошенько взбить. Также добавляем растопленное сливочное масло. И всё опять тщательно взбиваем. Всё это мы с вами перемешали. Теперь можно сюда добавлять нашу опару, которая подходила. Сейчас я вам её покажу, какая она у меня стала. Вот такая вот. Сейчас аккуратненько её добавляем в наше тесто. Да, сыночка, подожди. Сейчас, сыно, подожди немножко. Вот, тщательно. Сейчас ещё ложечкой помогу себе немножко, чтобы всё хорошенько нам всю опару собрать. Каждый грамм очень дорог. Так, тарелку отправляем мыться. И всё опять хорошенько перемешиваем. И сейчас будем с вами сюда добавлять частями муку. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие мои друзья, вот такое вот тесто у меня получается. Я его делала уже руками. Сейчас будем дальше делать уже на столе. Сейчас я стол приготовлю и будем делать. Заранее я приготовила изюм. Я сначала его в тёплой воде пропарила хорошенько. И потом просушила и вот обваляла в муке. Будем его добавлять уже сейчас, когда будем на столе тесто вымешивать. Так, готовим стол и замешиваем дальше тесто. Субтитры подогнал «Симон» Вот такое вот, ребята, у меня получилось тесто. Сейчас нам надо его убрать обратно в тазик. Тазик мы смазываем растительным маслом стеночки все, чтобы оно не прилипало. Сейчас перекладываем сюда тесто и убираем. Вот такое вот оно красивое у меня получилось. Накрываем полотенцем и убираем, чтобы оно настоялось. Так, пока у меня Света взбивает белки. Папа, кстати, починял миксер. Ура! Я варю макроны. Варится курица. И чайник скипел. Надо его сейчас убрать уже. Сейчас уберу чайник и поставлю делать зажарку. У меня разморозилось уже мясо. И сейчас вот муж мне нарезал лук. Сейчас лук обжарим с мясом. И будет вкуснятина. Дорогие друзья, обжарила лук и добавила нашу свинину, которую от головы я отобрала. И получается очень вкусно. Прошу извинения за шум, но это дети. И вот сейчас обжарим и добавим потом еще немножко кетчупа сюда. И с макаронами перемешаем. Получится очень вкусно. Дорогие друзья, сварила я уже макароны с мясом. Вот так вот у меня получилось. Вот такой вот. Кто говорил, что в голове нету мяса? Вот, пожалуйста. И мясо очень вкусно даже получается. Так что в голове тоже есть мясо. Хоть многие были против. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пошла деду кормить. Дорогие мои, у меня подошло тесто. Сейчас мы руки с вами смазываем маслом. И будем делать. У меня нету, к сожалению, форм для того, чтобы печь пасхи. И я взяла вот такую большую для торта. И буду сейчас просто как заранее пергаментной бумагой застелила, маслом смазала. И буду просто как на булочке формировать немножко такое тесто. И выкладывать по краям. Как ромашечку такую сделаем. Так вот. Примерно стараемся одного размера брать. Так вот. И потом поставим настаиваться, чтобы оно... Так вот. Выйдем, короче говоря, из положения. Как я их собираю? Я их вот так вот. И потом, чтобы сверху красивый получился. Вот так вот. Вот так вот. Сильно близко не будем делать. Еще в серединку еще один сделаем. И все. И получится такая, как ромашечка. Изюм можно внутрь туда спрятать. Чтобы он не подгорал у нас. И вот так вот получается. Все. Накрываем полотенцем. Оставляем, чтобы оно у нас настоялось. Также, ребята, я хочу еще сделать вот в таких формах. Я как-то в них уже делала. Знаете, как делаем? Просто сначала шарик. А потом посередине дырочку. И вот так вот раскатываем. И просто одеваем вот это вот на колечко сюда. И оно, когда настоится, поднимется, должен получиться очень интересный кексик тоже. Убираем. И второй сейчас также сделаем. Сначала шарик ровненький скатаем. И потом посередине дырочку. И вот так вот. И туда утрамбовываем немножко. И все. И даем. Можно еще вот так вот постукать, чтобы оно ровно все у нас легло. И даем настояться. Вот такие вот еще две формы сделаю. Еще я сделала вот такую вот третью. У меня просто, ребят, ну вообще никаких форм нет. Надо разориться, надо покупать разных форм. Фикс прайса, тем более, всякие дешевые есть. А как вы пишете? Я же люблю фикс прайс. У тебя давно уже там не была. И не знаю, что там. Какие-то обновления появились. Надо сходить, короче говоря, туда. Ладно. Пусть настаивается. И будем выпекать. Так, моя первая пасха уже поднялась. Сейчас ее отправляю в духовку выпекать при 180 градусах минут 30-40. Ну, это вы по своей духовке так можете ставить. А моя духовка старая, она при 180 градусах очень плохо выпекает. Мне приходится 250-260 градусов ставить. Поэтому смотрите по своей духовке. Я сейчас смешала две разные посыпки. Круглую и продолговатую. Это потом дети будут украшать пасочки, когда уже сделаем. И Света мне сделала вот такой белковый крем. Тоже будут детки потом украшать. Вот такие вот посыпочки. Очень, кстати, вкусные. Отправляем в духовку. ПОСТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Решила я еще формы из-под кексиков Я в том году тоже делала Дети их лучше ели Маленькие кексики Пасочки будут маленькие Дети будут украшать их Ладно, пусть настаивается Как та партия испекется Поставим следующие Так, ребятушки, испекали Моя первая партия пасок Вот такие вот они у меня получились Сейчас духовку закроем И сейчас я ее уберу И поставлю следующие уже выпекать И покажу, какие вообще они получились вблизи Ставлю, ребят, в силиконовых формах Сейчас выпекать Пусть выпекаются они Потому что они у меня уже давно стоят Они уже очень сильно поднялись Ставим выпекать в духовку И все Пусть выпекаются Вот такая вот паска у меня получилась Пусть немножко постоит Потом я форму открою Посмотрим, отойдет Нет хорошего формы Надеюсь, что будет все хорошо Просто все замечательно будет Дорогие мои друзья Знаете, что я сейчас хочу сделать? Глазурь Мне прислала подписчица Интересный рецепт Я хочу его попробовать И посмотреть, что из него получится Что нам туда понадобится 4 столовые ложки сухого молока 6 столовых ложек сгущенки И 2 чайные ложки лимона Сока лимона Так, я сначала лимонный сок выдавлю Так, косточка попалась Косточку убираю Так Дальше нам понадобится 6 столовых ложек сгущенки Сейчас будем, ребята, с вами Мерить Я ни разу такой рецепт не пробовала Раз Два Три Четыре Пять Шесть Столовых ложек сгущенки И четыре ложки Сухого молока Сейчас я возьму Сухую ложку Взяла и будем с вами Добавлять в сгущенку Сухое молоко Сейчас сначала с лимонным соком Я размешаю хорошенько Сгущенку И должна получиться Интересная глазурька Ни разу, ребята, такое не пробовала Так, сейчас добавляем сухое молоко Раз Два Три Четыре А там будем уже смотреть по консистенции Оно должно получиться, ребята, густым Знаете, как муку как будто смешиваем с чем-то Оно должно получиться густым Если сильно густой То можно добавить сгущенки Но у меня вот сильно густой получается Можно даже добавить сгущенки Ни разу, ребята, такую глазурь не пробовала Но очень хочу попробовать Что получится у меня И вот на большую пасочку Мы как раз сейчас с вами ее и намажем Так Такая вот должна получиться Глазурь Она потом, когда застынет Она не будет течь Не будет крошиться Как бы по видео так сказано Ну вот испытаем, ребят Посмотрим, что у нас получится Честно говоря, вот вообще Даже интересно Я себе специально Такой блокнотик записала И будет лежать Сейчас мы с вами возьмем пасочку Которую я только что испекла И будем с вами ее намазывать Вот этой вот глазурью Густая ее Прям вот так вот мазать надо, ребят И посмотрим, что у нас получится Получится А сверху можно посыпочкой будет намазать Дети ждут, когда испекутся маленькие пасочки Чтоб им самим украшать Да, ребятишки? Большие-то я сама себя украшаю А маленькие они украшают Вот эти мы будем посыпать? Не только этими Разными будем посыпать, Машенька И вот так вот украшаем всю паску Напишите, какой вы глазурью пользуетесь Вот эта глазурь, ребят Это я первый раз такую взяла Поэтому Мне кажется, даже она у меня не такая получилась Как по видео Мне кажется, она у меня хуже получилась Тоже будет очень вкусно даже Тут сгущёнка, мука Вот эту большую пасочку я хочу украсить цукатами Давай, Оксаночка, цукаты Вот этими вот цукатами я хочу украсить большую пасочку Ну, чай сегодня уже поедите Ну, что-то на завтра Вот это на завтра-то маленькие Хорошо И немножко посыпем вот такой вот посыпочкой Которую мы с вами смешали И будет вообще красота Очень красиво Я очень надеюсь, что очень вкусно получилось Потому что, ребят, из меня пекарь вообще никакой Вот такая вот у нас, ребята, получилась пасочка Если вам нравится Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Сейчас остальные спеку и покажу, что получилось У меня девочки украшают кексики Ну, делай, делай Оксана и Маша по очереди Да, вы делаете? А потом посыпочкой будете посыпать Глазурью украшают И вот такая вот красота у них получается Да? А там вот эти вот Один кексик уже съели, кстати, пасочку одну И вот так вот они украшают Ну, а я еще буду следующие доставать А они пускай украшают Вот так красиво мои детки его украсили Кексики украсили Напишите, нравится вам или нет Ну, вот посыпайте еще где-нибудь Где мало, там посыпайте Этот большой я украшала Остальное все детки украшали И уже попробовали, сказали вкусно Еще последняя партия выпекается и все Вот такое вот, ребята, было видео Если вам понравилось, не забывайте поставить лайки Я немного устала Поэтому поеду, лягу Отдохну, пока у меня следующая партия выпекается А вы? А вам, хочу сказать, всего-всего самого хорошего пожелать Конечно, это же самое главное Но мы будем дальше с детками стряпать и украшать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!